У нас дальше в программе Екатерина и Сергей, которые нам расскажут про три года подарков в Кубе. В общем, мы расскажем про кейс. Это кейс не из разряда солома, точнее, это не social-local-mobile, это social-local. И то это даже не social, это local. Но где-то есть social. В общем, вы увидите. Екатерина расскажет про компанию Uniclo и про цели рекламной компании. Да, для начала расскажем, кто мы вообще такие. Компания Uniclo – это японская марка повседневной одежды. Мы входим в группу компаний Fast Retailing и на данный момент занимаем первое место в Японии и четвертое место в мире. Компания была основана в 1984 году и к настоящему моменту мы имеем по всему миру сеть из примерно где-то 1200 магазинов. И это 13 стран. Вы можете увидеть на экране какие-то страны. В основном, конечно, большинство магазинов сосредоточены в Азии, но активно внедряемся также и в европейскую часть. А в России марка представлена три года. С апреля 2010 года. Пока на данный момент это всего два магазина. Один в центре в Атриуме и второй в Меги Белой даче. То есть наша основная концепция – мы стремимся предоставить потребителю одежду для любого случая и именно каждому. То есть мы работаем под слоганом на данный момент LifeWare. Предоставляем каждому одежду на все случаи жизни. И в связи с этим давайте я расскажу о целях, которые мы преследовали в этой компании. Так как мы на российском рынке всего три года представлены, самая главная и большая наша цель была повысить узнаваемость бренда. Также мы хотели анонсировать это событие трехлетия нашей компании в России. А также увеличить количество последователей наших групп на Фейсбуке и ВКонтакте. Большая-большая цель у нас была привести покупателей в магазин, сделать некий engagement to brand и промотить немного UT. UT – это футболки с принтами, созданные в коллаборациях с дизайнерами или с принтами каких-то известных комиксов. Это была тоже основная часть, поэтому компания на UT тоже очень по большому счету много была завязана. И дальше Сергей расскажет о механике проведения. Итого у нас было пять целей. И в общем-то шестая цель, наверное, это скрестить все пять целей воедино. И где-то они были весьма разнородные, как вы видите. Общая креативная идея, которая даже не столько креативна, это три года в России подарки в Кубе. Говоря о креативных идеях, Unico, если вы знаете то, что они делают во всем мире, у них подход весьма прагматичный. То есть каждая рекламная компания должна вести людей в магазины. Ну, конечно, у них есть имиджевые рекламные компании. Кто помнит, когда они Pinterest полностью замостили своими футболками или тот же самый будильник, который далеко не про продажи. Это имиджевые. Но в основном все компании ведут людей в магазины. И три года в России подарки в Кубе. Мы, естественно, хотели отпраздновать три года. И поэтому, ну как же без подарков? И решением было, наверное, все в России, да и не в России знают вот эту знаменитую граббер-машин, автомат, в котором с помощью вот этой клешни дети, да даже взрослые вытаскивали игрушки. И вот этот стеклянный кубик мы заполнили маленькими кубиками с подарками. Подарки были условные, 10% скидка, 30% скидка. И самый большой кубик, самое желанное это UT, UT футболка коллекции UT 2013. Но так как делать реально автомат, наверное, это не особо целесообразно, то мы воспользовались технологиями Kinect. Таким образом, основной call to action был вытащить свой подарок. Чтобы понимать, это были две инсталляции, большие двухметровые инсталляции, которые были установлены в Мега Белая Дача и в Атриуме, там где два магазина Uniqlo. Соответственно, в этом большом кубике был вот этот маленький кубик стеклянный, а в нем еще маленькие кубики. Чтобы лучше понимать, как это работало, давайте посмотрим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в Мега Белая Дача и в Атриуме. Вот такая инсталляция. На самом деле, инсталляции вначале стояли на центральных площадях в торговых центрах, а потом они были вынесены ближе к магазинам. И в те два дня, когда они стояли в центре, действительно был огромный ажиотаж. То есть толпа расходилась буквально ни на минуту. С открытия магазина до конца, там стояли в среднем 40-50 человек. Кто-то смотрел, кто-то ждал своей очереди. И, в общем-то, такого ажиотажа мы даже не ожидали. И мы сделали два вывода. Выводы касаются механики. Первый вывод очень простой, это что людям нравится Kinect. Но он достаточно нетривиальный, потому что, скажем, наши подрядчики Vivid Interactive, которые реализовывали этот кейс, у них есть опыт работы с инсталляциями в Европе. И в Европе люди, как ни парадоксально, они не настолько хорошо понимают Kinect, не настолько легко идут с ним на контакт. А даже если идут, то не особо понимают, что с ним делать. А в России мы были удивлены, потому что даже маленькие дети подходили, и они, в общем-то, с удовольствием пытались, пробовали, конечно, ничего не вытаскивали. И даже люди за 50, они также с удовольствием играли в эту инсталляцию. Это было удивительно. И второй, самый важный вывод, это эффект толпы. На самом деле, если вы поиграли, вы увидели, что вытащить эти кубики очень сложно. Прямо безумно сложно, и у нас у самих этого не получалось, когда мы только запустили ее. То есть мы пытались, у нас никак не получалось. И когда пришли первые люди, у них тоже опять все из рук вон плохо. Никто не вытащил кубик, кто-то кричал «Ахатрон». И на самом деле я убежал тогда немножко на нервах, начал звонить подрядчику. Мы думали, как упростить игру так, чтобы максимально все вытаскивали эти кубики. Полчаса мы обсуждали, это было суббота утро. И когда я возвращаюсь, я прихожу, я вижу огромную толпу, которая стоит вокруг этих инсталляций, и они все один за другим тащат кубики. И я не понял, что произошло, какой-то неожиданный эффект. Оказалось, что вот эта толпа, она начала самообучаться. Причем было очень интересно. Они стояли, кто-то играл, а сзади толпа, они кричали там «Направо, направо, налево!» И люди стояли и действительно ждали. То есть толпа помогала еще и друг другу. Они обсуждали это потом. И в двух центрах там была немножко по-разному организованная логистика. Если в «Меги Белой Дачи» люди толпой играли, то, скажем, в «Атриуме» люди гораздо интереснее. Они выстраивались в очередь, они такие смирненько стояли, ждали. Причем очередь была огромная. И они в очередь обсуждали, а люди, кто стояли сбоку, они советовали еще, как играть. И причем кто-то там торчал по 5-10 минут, они уже выучили, как это все работает. Если что-то не работало, они подсказывали, промоутеру помогали. Вот такой интересный эффект — это такой краудсорсинг, такая самообучающаяся социальная группа. И в какой-то момент мы даже испугались, что вот эта олимпийская сборная по вытаскиванию кубиков просто обчистит магазин, и нам даже пришлось увеличить количество подарков. Вывод простой. Если без толпы, то наша инсталляция бы провалилась. А вот с этой толпой неожиданной она действительно получилась очень удачной. За 9 дней в инсталляцию поиграли 6 тысяч человек, вытащили 3 тысячи призов. И если вы посмотрите на конверсию, это 50%, то есть каждый второй вытащил. Учитывая то, что мы сами разработчики, создатели с 10-го раза это сделать не могли. То есть вот такой эффект толпы надо было тоже поставить в толпе. И примерно мы посчитали, что у нас было 90 тысяч impressions. Impressions — это люди, которые не просто прошли, увидели инсталляцию, а которые в нее, грубо говоря, залипали какое-то время. Вот эта вот толпа, которая просто обсуждала, но не шла, не играла. И по гриду у нас было 450 футболочек, они вытащили, и 2500 купонов на скидки. Простой инсталляцией это не ограничилось. Также у нас была в диджитале игра, это был веб-сайт. Он полностью повторял механику вот этого кубика, который был в инсталляциях, за исключением того, что чтобы поиграть, чтобы получить первые три попытки вытащить эти призы, люди должны были логиниться через Facebook либо ВКонтакте. И при логине они могли получить плюс одну попытку, если они залайкают нас в социальных сетях, и они могли получить сколько угодно много попыток за каждого приглашенного друга. То есть стандартная механика, стандартный виральный инструмент привлечения людей. И, соответственно, выигрывая этот купон, они могли его распечатать, сохранить и просто прийти в магазин. За период существования онлайн-игры у нас было 20 тысяч игроков, 7500 призов они вытащили, даже меньше, чем в онлайн, в офлайн-инсталляциях. И из 20 тысяч игроков было разослано имиджи 6000 приглашений друзей, и, соответственно, 6000 новых в Facebook и ВКонтакте фанатов наших, подписчиков наших групп. Но, тем не менее, виральный эффект был не такой большой, потому что, сами понимаете, конверсии с приглашений, она была стандартная для конверсии прямой. То есть когда человек попадал на веб-сайт с баннера и уже логинился. 75% всех игроков у нас дошли до конца, то есть полностью истратили все попытки. В среднем они играли по минуте, ровно столько же, сколько и в офлайн-инсталляции. Ну, в общем-то, по результатам все. Так, что хочется сказать про инсталляцию, мы такой маленький вывод. На самом деле нужно отдать должное клиенту, потому что мы предложили сделать игру в онлайне, а бренд-менеджеры сами предложили сделать вот такой неожиданный ход и воплотить ее в офлайне, рядом с магазинами. То есть оказались смелее нас. И, опять же, больше всего нас удивил вот этот эффект толпы, и будем иметь его в виду. То есть не бойтесь делать сложные инсталляции со сложной механикой, если они достаточно вовлекающие, и если будет толпа, которая будет самообучаться. Вот так. Екатерина, а вы, судя по тому, что вы здесь тоже сейчас присутствуете, ну, в целом довольны, да, всем этим? Да, вы знаете, нас очень порадовал результат. Мы вынесли несколько моментов из всей этой истории. Вот то, что Сергей сказал, что мы предложили инсталляцию сделать. Как уже было ранее сказано, что наша главная цель, помимо увеличения известности бренда, это привести людей в магазины. И у нас были просто некоторые опасения, что если дело происходит на веб-сайте, при том, что у нас всего два магазина, и мы не слишком известны еще, что не будет такого большого потока создано. В принципе, так и получилось. У нас инсталляции, которые стояли в магазинах, вот именно на центральных площадках, это было два дня, выходные, они просто нам какой-то безумный эффект дали. У нас увеличился трафик, у нас увеличились продажи. Причем, когда я находилась в торговых центрах, это буквально выглядело так. Человек выигрывает купон и говорит, что, где магазин, где Uniqlo. То есть буквально 80% участников действительно узнали и пошли. Здесь было, конечно, проще, потому что от инсталляции до магазина было несколько шагов. А по активации купонов из онлайна у нас результаты значительно ниже, там порядка 7% где-то скидок было активировано. И UT купонов тоже было меньше, сейчас проценты не вспомню, но меньше, чем в инсталляции. Но в целом мы поняли, что вот такая действительно активность, когда она проводится в торговом центре, и она интерактивная, интересная, она действительно очень-очень здорово работает. И мы очень благодарны Саачи за реализацию, за помощь реализации этого проекта. Супер. Я хотел такой рекап небольшой сделать, знаете, как ранее в сериале. Может быть, кто-то вдруг не знает, что такое Kinect. Это, простите, не знать. Это для Xbox 360, для игровой приставки такая штука, которая осуществляет так называемый motion controls. То есть ее посредством можно управлять происходящим на экране, не прикасаясь ни к одной кнопке. То есть размахивать перед камерой руками, она там, значит, будет тебя видеть и реагировать соответствующим образом. Я на самом деле очень удивлен, мы глубоко достаточно в этой теме, я так приятно удивлен, что этим активно пользуются уже сейчас. Помимо того, о чем рассказывали ребята, вы можете, проходя мимо KFC на Маяковке, заглянуть туда, увидите, они там довольно инновационный агрегат поставили, который тоже при помощи Kinect работает, и там тоже довольно клевое решение придумано. Вот. Спросите нас о чем-нибудь. Вот там. Можно я спрошу сначала? Я со своей колокольни немного там, во многом, да, мы пересекаемся, возможно, ну, по типу бизнеса. Финансовый вопрос, конечно же, который мне тоже сегодня спрашивали, тут понятно, что помимо производства, всей этой конструкции, там, программинга, я как человек, ну, знакомым примерно с расценками торговых центров, представляю себе, сколько стоит поставить что-то на центральной площади Атриума и забрендировать балконы с светодиодными экранами. Вот. Учитывая, что, насколько я правильно услышал, два ТЦ и две инсталляции, и очень знакомая мне до глубины души цель всех компаний привезти людей в магазины, чтобы они купили, и, насколько я помню, была озвучена цифра 2500 купонов, просто вот эти все расходы, плюс скидки, да, там, я думаю, что вряд ли больше, чем каждый пятый получивший купон пришел и купил, ну, в общем, чем все закончилось-то с точки зрения денег? Где деньги, Зин? Смотрите, у нас было, на самом деле, пять целей, и, как уже сказали, уникло бренд прагматичный, и любая компания должна везти в магазины. Это такой must-have. Но основная цель была ярко отпраздновать три года в России и действительно подарить людям вот такой experience и подарить подарки. То есть это была одна из целей. Катя, поправь меня. Нет, абсолютно прав. И что касается соотношений по цифрам, как я тоже ранее уже сказала, мы проанализировали статистику, и у нас действительно был очень-очень хороший эффект, который, в принципе, ну, в общем, стоило того проведения этой акции. Да, действительно, затраты были внушающие, но, тем не менее, тот самый вот прямой эффект на продаже, я сейчас говорю именно об инсталляциях, не об онлайн-версии, он действительно имел место быть. Спасибо. Спасибо. На пятилетие тогда вам зажечь. Вот там кто-то, вот там, да. Дадите туда микрофон. Можно я в продолжении буквально один вопрос Балашова Анна, компания «Финансовое решение», вот продолжая вопрос, хотел уточнить. Вы говорите, действительно, конверсия у вас была отличная, и все хорошо. Если посмотреть соотношение бюджета на просто сейчас, как бы, диджитал-маркетинг, да, и мы говорим о диджитал-продвижении, просто исходя из вашего комментария, вы говорите, что оффлайн работает лучше, чем онлайн. И может просто сложиться неправильное впечатление у аудитории, что да, давайте как бы сделаем акции, раскидаем деньги с вертолета, по сути. Здесь хотелось бы понять, вот соотношение бюджета, которое вы потратили. Да, конверсия в онлайне, она была небольшая, но если посчитать, там, грубо говоря, там стоимость одного привлеченного человека, потому что бюджет в онлайне, я думаю, был на порядок, меньше, чем бюджет в оффлайне. Вот сколько стоил вам один человек, можно там в процентном соотношении, да, не раскрывает коммерческую информацию. Насколько разница была? Давайте скажу по продакшн-кастам. Сайт, который мы сделали, он стоил не намного дешевле, чем инсталляция. То есть примерно по порядку, действительно, это, если вы посмотрите, там всего лишь шесть панелей, которые были встроены в соответствующую конструкцию, очень простую, такую минималистическую, кубическую, устили в НИКО. Здесь еще аренда. Аренда, да. Да, это аренда, причем аренда, это не самый большой кост среди, скажем, среди остальных костов. И, ну, естественно, мы немножко сэкономили в том, что мы разработали сначала флэш-игру с кубиком, и потом уже ее портировали на Kinect. Но по порядкам, опять же, примерно одинаково. Другой вопрос медийка, вот этого я не знаю, но, наверное, давайте так, скажем, где-то на 30% она стоила дороже, чем сайт. Вот так вот. Я еще вступлюсь немножко за Сергея и за коллег, потому что, в смысле, есть такое, ну, мнение, что сделать, слепить флэшовую игру и закинуть ее в онлайн, что это дешево, быстро и сердит. Это ни уфига вообще, не так приличные брендированные игры дешевыми не бывают, а если они бывают дешевыми, значит, они бывают эффективными. Это вот that simple, что называется. Однозначно, качество вообще любого материала, то же самое, можно любую конструкцию сделать в оффлайне, она также не отработает. Здесь вот именно стоимость в данном кейсе, потому что он был похож как оффлайн, так и онлайн. Если здесь действительно стоимость оффлайна, просто... Ну, мы поняли, что было сопоставимо. В общем, я думаю, что ответили на вопрос. Да, спасибо большое. Вот там кто-то хочет. Такая пауза чеховская у нас. Здравствуйте. Спасибо, что дали мне микрофон все-таки. Меня зовут Ирина Дудкина, я из компании Glaccess Miss Client. Скажите, пожалуйста, а у вас именно такая стратегия привести людей только в оффлайн-магазины? Или, может быть, у вас все-таки есть задача также сделать онлайн-продажи? Дело в том, что на данный момент в России у нас всего два магазина, и онлайн-магазина пока нет. То есть мы можем действовать только таким образом. Можем привести людей только в магазин непосредственно. И как бы мы не говорим, что там диджитал у нас совсем не сработал. Он сработал. Он просто сработал немножко меньше, потому что мы очень-очень маленькие еще пока. Но, тем не менее, мы очень уверен. Прекрасный инструмент. И я думаю, что в будущем мы будем, конечно, развиваться. То есть пока у нас онлайн-продаж нет, наша единственная возможность это привести людей в магазины. Ну и следующий вопрос, который вытекает из этого. Как вы думаете, если бы у вас были онлайн-продажи через интернет, у вас активация купонов, которые вы доставляли через интернет, была бы больше? Я думаю, что несомненно. Потому что здесь некая мотивация присутствует. Если я выиграла купон, и я должна подумать, ехать мне в интернете, в смысле, а ехать мне в Атриум или на Белую дачу, а может быть, все-таки и не ехать. Вот здесь, мне кажется, такое у нас срабатывало чувство, что это нужно заставить себя поехать. А если бы была возможность это купить сразу же, и чтобы это привезли к тебе домой, я думаю, у нас был бы гораздо больше эффекта от нашей диджитал-версии. Ну и тогда последний вопрос из всего этого. Вы все-таки сделаете онлайн-продажи или нет? К сожалению, на данном этапе это зависит не от нас. Естественно, мы очень хотим и очень надеемся, что бизнес России будет развиваться быстрыми темпами, но пока мы не знаем, когда ожидать появления онлайн-магазина. Спасибо. 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 Спасибо.